привет друзья привет друзья сегодняшнее видео будет освещено попугаем породы перчий попугай так и называется перчий попугай отличие этих попугаев допустим самец от самки очень легко отличается самочки они более темные менее яркие а самцы они красивые расписные допустим если это синие печи то самец будет ярко-синий если это там желтый то ярко-желтый красный есть так будет красная спина так что попугаи очень красивые и почему эта порода называется перчими попугами потому что эти именно эти попугаи они поют ну условно говоря как лесные птицы вот если лесные птицы поют там самцы а у певчих попугаях поют и самки и самцы и песня их не а мелодия не похожа на мелодию попугая допустим карела по-другому поет розелла тоже по-другому поют а вот именно певчий поет как бы песней не свойственно попугаю певчему сейчас мы с вами отправимся в вольеры где находится моя небольшая коллекция этих попугаев покажу но не всю к сожалению будет время будет возможность покажу в будущем всю свою коллекцию если все удачно сложится так что друзья отправляемся с вами к попугайчиком покажу ассортимент чем питаются и содержание объясню что как в принципе ничего сложного надеюсь будет интересно даже не надеюсь а я уверен что будет интересно девчими птицами а есть сейчас покажу друзья по дороге к певчим попугаем немножко вам позитива покажу вот тут у меня западок с щеголом это первый позитив потом стройка заморожена потому что снег вчера шел сейчас вот сюда и грязно и еще сейчас позитивчик хорош покажу друзья кто в теме что такое казанок варим мы сегодня шулюм будем кушать вот сейчас покидал барашка молодого восемь месяцев посолил воду сейчас немножко покипит ну лишь полчаса покипит картошечки туда сейчас кстати посолил специи добавил в общем чего хотел сказать есть поговорка такая якобы за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь по моему это неправильная поговорка вот хотел сегодня немножко на стройке поработать и видео про певчих не и кушать приготовить и хотел еще щеглов половить сколько я зайцев хотел поймать но в итоге что получается кушать я почти приготовил стройка никуда не денется подождет там почти уже все расчистил певчих сейчас я сниму это уже сколько я поймал зайцев и в честь праздника дня хорошего настроения под по поводу приготовления вкусного шулюма или супа кому как угодно в общем баранина варится картошка там помидоров перца нет потому что не сезон вот связи с этим приготовлением вкусного блюда и хорошего настроения желаем всем в новом в новом значит год сезоне в новом сезоне разведения всем птицеводам и всем кто смотрит мой канал хорошего настроения удачи не останавливаться на достигнутом я думаю все что вы задумали пусть сбудется а этот щегол пускай полетит и найдет себе хорошую самку дадут хороших птенцов и осенью прилетят ко мне вот в этот западок вот запомни западок я буду ждать тебя щегол счастливо полетел вот так друзья вон он сел на сливы и мелодию сразу позывку слышите все я побежал к певчим сейчас немножко сейчас шашулюм посмотрим а вот ходит свежий суп вернее будущий суп ходит тоже очень вкусно с петушка будет рекомендую но сегодня с барашка у вот такая у меня прихватка тут все кипит немножко пену сейчас ложечкой уберу дровишки друзья кто бы мог подумать где бы мы с вами встретились попугайчиков а здесь еще и приготовления вкусного шулюма как-то у видео есть там я делал шулюм уже один раз там спасибо подписчики написали что надо добавить перчик помидорчик пожар потушить надо все это но сейчас у нас не сезон помидоров нет перца тоже нет поэтому здесь у меня сегодня будет барашка морковка лук картошка немножко зира друзья как кеннер поет слышно нет то есть щегол как обрадовалась птица свободе петухи у меня забивают сейчас мы это все дело закроем блин у меня аж то не не зря его отпустил пусть летит вон он там на дереве ну поет как шикарно слышно сейчас представляете птица отсидела наверно месяца два у меня и вот первый день вылетел и сразу петь на дереве и не улетает красавица вот он видите итак друзья мы с вами наблюдаем сейчас мою небольшую часть моей коллекции небольшой коллекции певчих попугаев сейчас потихонечку вам всех покажу вот эти у меня уже на видео ранее снимались как отличается самец от самки самец вот внизу вот самочка видите она темней самец ярче это певчий синий называется певчий синий называется вот певчий природные природные окраски вот вот у самца ярко-зеленая голова желтая грудь живот желтый там пояс а со стороны со стороны спины вот у него копчик красного цвета и такой же он как бы ярко-зеленый и темно-зеленый крылья вот у него ярко-зеленый самочка его закрываю вот он самец это самец а самочка вы видели вот она упорхнула темненькая серенькая почему самка окрашена не так ярко как самец по природе самка сидит на яйцах она должна быть она должна быть максимально незаметно чтобы ее хищники не могли уничтожить и разорить гнездо понимаете да то есть тут никакой дискриминации нету просто по природе самец красивый чтобы самочка его легче увидела понимаете как когда на свидание она летит где встретиться с кем встретиться тут бах разрисованный все познакомились гнездо сделали и кладочку она снесет яички высидит аккуратненько безопасно ее никто не заметит и будет таким образом популяция певчих попугаев увеличивается вот это я повторюсь певчий попугай природного окраса природного окраса такие встречаются в дикой природе вот вот эти же это уже выведены в домашних условиях синяя мутация певчих попугаев еще есть рубиновые желтые аполиновые аполиновые лютины у меня даже есть не знаю как это называется окраска но я советовался с одним человеком который занимается именно гибридизацией цветов вот эти вот ну гибриды я имею ввиду гибриды у певчих попугаев там скрещивает получают новые цвета и у меня есть такой шиферный самец у него голова ярко-шиферная пузо белое то есть интересный потом покажу сейчас не покажу позже покажу так а вот здесь тоже певчий попугай самка более похожа на природную окраску а самец вроде бы называется аполиновый окрас аполиновый ну что-то я не знаю как это в общем вот такой самец он чем-то и на природника похож видите но у него голова животик спинка желтые по мне так природная окраска тоже очень красивая очень особенно вот если не через камеру а в живую смотреть оттенок очень красивый значит по питанию по содержанию по разведению птичка интересная простая несложная значит по порядку по кормлению да по кормлению кормление особо не отличается ни от корел ни от волнистых в общем если вы держали волнистых попугаев или корел то же самое здесь только побольше даем зелени побольше даем овощей фруктов веточки трава все больше ничего не надо зерна поменьше зерна кстати по по питанию зерна кушает примерно столько же как и волнистый попугай а он-то больше он-то красивее даже он кушает меньше меньше зерна чем карела к примеру на пару певчих попугаев можно давать полторы ложки обычного корма зерносмеси что в золомагазине коробочки продаются вот полторы столовых ложки плюс две дольки как пять рублей такие две долечки морковки там или яблочко что будет немножко веточек можно каждый день допустим в рационе чтобы были веточки овощи немножко морковки немножко яблок будут кабачки можно кабачки тыквач тыквенные семечки то есть все это приедет приемлемо попугаи все это кушают но опять-таки друзья надо при приучать если будете держать на одном корме то так они у вас на одном корме будут питаться а потом перья будут высыпаться там клюв перерастать ногти перерастать то есть все это от неправильного питания по питанию в принципе ничего сложного нету также пророщена также замоченное зерно все это они едят ассортимент зерна кстати можно смешать допустим корм купите корм для попугайчиков средних пород или мелких пород и взять корм для канареек все это смешать и будет шикарная еда для певчих попугаев там будет и рапс там будет и канареечное семя вот такие вот дела то есть можно смешивать канареечное попугайное и вперед если найдете корм именно для какариков можно еще купить корм для какариков и тоже добавить к певчим в ассортимент все это перемешать и будет шикарно сейчас еще покажу вот здесь у меня более темный вольерчик там пара певчих живет и вот по поводу по поводу поведения певчий певчий попугаи в принципе пугливые но не надо забывать что все попугаи по природе пугливые возьмем карелу пугливый волнистый пугливый кусочий все это можно обобщить и про всех попугаев сказать но все попугаи приручаемые абсолютно все тем более певчий вот именно этот певчий я не приручаю почему потому что у меня они должны быть дикие ну не ручные чтобы они тогда лучше разводятся у них тогда инстинкты развиты они хорошие мамы папы в общем такие дела я вам сейчас продемонстрирую как вот этот певчий морковку он вообще неравнодушен к морковке смотрите вот я сейчас показываю морковка обычно я вот так утром прихожу начинаю здесь здесь вот у меня такой столик маленький тут я кладу поилочки кормушки кормлю и он прыгает сюда на сеточку и попрошайничает морковочку просит но сейчас у нас обед а давайте попробуем вот я сейчас так сделаю и посмотрим подойдет или не подойдет вот мы сейчас поставили морковочку и посмотрим я морковку разместил между между прутиков а сам спрятался пониже чтобы попугай меня не оп видите ну я сейчас получается сантиметров сорок от попугайчика то есть эту камеру видит он первый раз немножко возможно на его обратите внимание какой у него хвост вот почему то у него каждый год когда наступает сезон размножения он садит самочку свою на гнездо самочка сейчас там на яичках сидит распушает вот так себе хвост и живет до линьки до до конца лета в конце лета перелинивает и снова стройный то есть хвост у него просто перья повернулись в разные стороны и вот такая елка то есть это не заломы об сетку это не клювом допустим там поел нет это просто вот ровное хорошее перо но почему то смотрит в разные стороны это тоже певчий самец природной окраски вот очень любит морковку но они все любят морковку но с этим у меня уже такая вот дружба что он прям у меня было бывало получалось он прям с рук брал я в руках держал морковку но это утром когда у него аппетит хороший когда он проголодался позволяет взять прям с рук морковку а сейчас что они утром покушали в принципе хорошо и с рук в любом случае не возьмет а вот так вот видите мне получилось сейчас вам показать как перчик попугай кушает морковку вот такие вот дела справа скворечник там самка на яйцах если все пройдет хорошо а я уверен что все пройдет хорошо сниму вам птенчиков покажу птенцов посмотрим какие появится в этом году расцветка птенцов так по кормлению все просто все то же самое единственное побольше овощей побольше фрукты побольше веток и травы а зерна поменьше по содержанию содержание я имею ввиду уход какой это никакого поддон меняйте корм подсыпайте это кто квартир надежда разведения здесь уже кто на что способен кто во что гораст некоторые даже не могут допустим некоторые разводчики могут развести и китайского попугая и ожирелого и жако и какаду и перур и допустим розел и карел и какариков могут а волнистого не могут понимаете а другие наоборот волнистого могут других попугаев не могут то есть в разведении здесь уже друзья не обессудьте но пытайтесь пробуйте разводите я думаю все получится ничего сложного здесь нет но сказать трудные они в разведении или нетрудные и я воздержусь потому что птица особенно интересная надо ко всему надо как-то находить подход и добиваться наилучших результатов в общем друзья кому что понравилось пишите что понравилось что не понравилось у меня варится вкусный шлюм надо идти наблюдать потому что скоро будем трапезничать да друзья знаете что хотел сказать все забываю видео снять вот у меня а видите как сегодня удачно складывается у меня сегодня и щегол на волю полетел и видео про певчих снял и кушать приготовлю и вот даже вам польза сейчас будет шрот расторопши покупайте в аптеке самый дешевый обыкновенный шрот расторопши выглядит он вот таким образом вот такая вот здесь россыпь вот россыпь сыпучий он как приправа перец допустим потом трите морковку на крупную терку это по питанию кстати будет вам бонусом сегодня полезный совет вот на крупную терку то есть не на мелкую а на крупную трете так все это в миску высыпаете посыпаете шпротом ну прям так нормально посыпали чтоб вся морковка у вас была в шпроте помешали вот так все перемешали перемешали все морковка в шпроте и каждому певчему по щепотке розели по щепотке карелам короче всем попугаем которые у вас есть это будет вашему питомцу разводите вы не разводите даже дома если один попугай держится вот купите такой он хранится очень хорошо шпрот этот и чайную ложечку морковочки намешали шпротиком присыпали и попугайчику своему дали попугай будет вам премного благодарен будет жить долго и счастливо и будет здоровый потому что это как печень вашего попугая будет в идеале а у печени как как мы знаем печень у попугая это важно если мы если вы вот неразлучники если вы содержите попугая дома и поете допустим там его раз в год там или раз в два года витаминами там когда-нибудь профилактику делаете лекарствами там какими-то антибиотиками или там чем-то еще то все это отражается по печени и вот чтобы поддержать печень вашего питомца в идеальном состоянии давайте шпрот расторопши кстати если если неправильно поете витаминами печень тоже страдает даже ребята вот есть корма в зоомагазинах продаются корма для попугаев там написано период линьки там период чего-то там еще ну какой-либо любой период как бы это рекламная акция маркетинг понимаете и разводчик или хозяин птички он же не в курсе там что как когда надо когда не надо а магазины преподносят период линьки период там возрастания период там линяет клюв некоторые умудряются сказать лапки могут линять то есть это все бред абсолютный бред и вам предлагают в магазинах корма допустим там гранулы какие-то витаминные гранулы минеральные гранулы не надо покупать такие корма потому что все эти гранулы все эти красители все эти клея они условно вредят печени все это бьет по печени и поэтому шпрот расторопши с морковкой будет шикарно а чтобы ваша птица допустим в период там линьки и в какой-то там еще возможный период может быть период адаптации период переезда после линьки период давайте пророщенное овощи веточки почки листочки цветочки и будет все шикарно если вы живете в большом при большом городе и там везде асфальт ну я думаю ветки там в любом случае есть веточки вишни веточки черешни веточки березы липы ивушки есть парки есть скверы берем веточки нарезаем по 15-20 сантиметров приходим домой моем все это под краном можно холодной можно слегка-слегка теплой водой помыли и попугайчику на стол все просто до скорой встречи подписываемся на канал желаю всем удачи и хорошего настроения